Так, ну, смотрите, значит, пункт g. Давайте я, может быть, не буду переписывать, я вот так напишу. xn от равняется минус единица в степени n на yn от, где yn от я нарисую. t, yn от t. Значит, ну, это такая треугольная, значит, треугольный там такой график будет, да? Функция непрерывна. Значит, вот здесь точка будет единиц на n, тут будет точка 2 на n. Значит, она вот так себя ведет. Ну, и в точке максимума значение будет, здесь под 100, я не знаю, будет единица. Верно? Да. Так, ну, давайте посмотрим, значит. Ну, во-первых, равномерно куда сходится эта функция? Он неверномерно, поточный. Вот берем любую точку t. Вот здесь взяли. Рано или поздно 2 на n будет левее, чем t, да? Да. Вот рано или поздно он как-то вот так вот, да, вот, примет такую форму. Ну, тогда к чему стремится xn от t поточно? К нулю. Ну, ну, да. Ну, в нуле тоже 0, там всегда 0, да? То есть, получается, что xn поточно сходится к нулю. Раз поточно сходится к нулю, то отсюда следует, что и почти всюду к нулю сходится. И по мере сходится к нулю, да? Так, а будет ли сходимость равномерная к нулю? Ну, надо найти для этого супремум разности. Супремум xn от t минус 0. t от 0 до 1. Чему равен этот супремум? 1. 1. Видим, что к нулю не сходится, значит равномерной сходимости нет. Да, ну, то есть, по сути, мы на минус единицу вообще не обращаем внимания. Ну, как не обращают, то есть, ну, так получилось, что она здесь особо роль не играет, да? То есть, ведь здесь же модуль, да, он как бы съел минус единицу. А тут получается, да, ну, здесь, видите, здесь надо учесть, конечно, что вот эта ступенька, она вот то вверх, то вниз. Ну, точнее, а, y, t, n, и вот так вот, а xn, просто иногда он ее отображает относительно оси, абсцисс, да? То есть, график будет то такой, то вот такой вниз пойдет. Ну, нет, точечная сходимость будет такая же, да? А еще раз, какая сходимость? Поточечная. А, ну да, поточечная к нулю, конечно, поточечная к нулю, почти всюду к нулю, померяю, равномерной сходимости нет. Так. Ну, давайте я вот в тот раз начали прометризуемость, давайте я вот все-таки закончу. Так. Знаете, смотрите, мы сформулировали, значит, предложили такую метрику на множестве измеримых функций. Ну, и, точнее говоря, на множестве классов эквивалентности измеримых функций. Значит, инфиму по всем эпсилам больше нуля, значит, таким, что мера, значит, t, таких, что, так, таких, что модуль f от t минус, уже от t больше либо равен эпсилон, меньше либо равен эпсилон. Так. Вот. Значит, я утверждаю, что fn-ное сходится по мере к f, тогда и только тогда, когда расстояние от fn-ного до f стремится к нулю. Кто-нибудь пытался этим заняться дома-то? Ну, давайте докажем. Значит, вот начнем с необходимости. Значит, пусть известно, что fn-ное сходится по мере к f. Ну, что это значит, что для всякого эпсилу больше нуля и для всякого дельта большего нуля, для всякого. Найдется такой номер, что для любого n большего данного номера, мера t таких, что fn-ное от t минус f от t по модулю больше, значит, там, по-моему, строго больше была, да? Больше чем эпсилон будет меньше, чем дельта. Ну, просто вот, значит, расписали определение сходимости по мере, да? Значит, эпсилон и дельта у нас любые. Да, ну, поэтому давайте возьмем дельта, равная единице на k. Так. А эпсилон возьмем... Так, давайте сейчас подумаем, как взять эпсилон. Наверное, как единица на 2k. Тогда что получается? Что существует n, ну, зависящий от, значит, от эпсилон, да? Ну, и от дельты, естественно. У дельты, видите, с эпсилон связано, да? Такое, что для любого n большего, чем n, мера t таких, что fn от t минус f от t больше, чем единица на 2k будет меньше, чем единица на k. Но меньше, чем единица на k, значит, меньше или обравняется, чем единица на k, да? С другой стороны, вот эта вот мера она больше либо равняется, чем мера таких t, что fn от t минус f от t больше, чем единица на k. Верно, единица на k же больше, чем единица на 2k. Значит, если число больше, чем единица на k, то оно точно больше, чем единица на 2k. Ну, да, я здесь, на самом деле, хотел так написать, больше или обравняется. Ну, то есть, что получается, что мера t таких, что fn от t минус f от t меньше, ли обравняется, чем единица на k. А это что значит? Это значит, что расстояние от fn до f меньше, чем единица на k. Но ведь k произвольно, да? Значит, k можем устремить к бесконечности, тогда расстояние будет к нулю устремиться. Ну и получается, как бы мы ни брали epsilon, да? Всегда можно взять вот такое, значит, k, что для него расстояние от fn до fn будет меньше, чем epsilon. Отсюда следует, что расстояние, то есть, есть сходимость по метрике. Так. Ясно? Какие вопросы? Теперь в обратную сторону. Пусть мы знаем, что расстояние от fn до f стремится к нулю, то есть, есть сходимость по метрике. Это значит, что для всякого epsilon больше 0, существует n, такое, что для любого n больше, чем n, расстояние от fn до f будет меньше, чем epsilon. Так, ну, если это так, то значит, что вот существует какой-то, давайте мы его, epsilon штрих назовем, такое, что расстояние от, не расстояние, а уже перепишем расстояние, получается, мера t таких, что fn от t минус f от t больше, чем больше, чем epsilon штрих, меньше либо равна, чем epsilon штрих. Да, и epsilon штриху, конечно, меньше, чем epsilon. И отсюда, кстати, что получается, что мера таких t, что fn от t минус f от t больше, чем epsilon, меньше либо равняется, чем epsilon тоже, да? Смотрите, мы здесь epsilon увеличили, вероятность уменьшилась, да? Ой, не верочка, вероятность, но мера, фиолетность тоже мера, значит, мера уменьшилась. Так, а здесь тоже увеличили, вместо epsilon штрих взяли epsilon, мера тоже увеличилась. Ну, вообще правая часть неравенств увеличилась. Так, ну, подумайте, что дальше надо сделать. Как нам теперь доказать сходимость по мере? Продолжение следует... Нам, смотрите, нам надо здесь вот теперь показать, что при любом фиксированном epsilon вся мера стремится к нулю, да? Ну, давайте epsilon фиксируем, так. А дальше давайте возьмем, ну, да, чипка, так, чтобы единица на k стал бы меньше, чем epsilon. Можем так взять, да? Так, ну, тогда что? Что получается? Мера таких t, что fn от t минус f от t. А, так, сейчас, подождите-ка, так, сейчас... А, ну да, больше чем единица на k. будет меньше или выравняться, чем единица на k, ну, начиная с некоторого... начиная с некоторого номера n. Так, ну, с другой стороны, смотрите. Опять же, вот эта вот мера больше и выравняется, чем вот такая мера. мера fn от t минус f от t больше, чем epsilon. Поскольку единица на k меньше, чем epsilon, то эта мера будет только меньше. Ну, а значит, эта мера тоже меньше играется, чем единица на k. Ну, и поскольку, значит, для всех достаточно больших k единица на k будет меньше, чем epsilon, а k выбирается произвольно, получается, что для всякого k найдется такой n, что начиная с этого n данная мера будет меньше, чем единица на k. Получается, что для всякого k найдется n, ну, n большой, такой, что для любого n больше, чем n. Вот это вот неравенство 1 выполнено. И epsilon, заметите, тоже здесь произвольно, да, epsilon тоже, то есть мы можем считать так вот для любого epsilon. Но это как раз и значит, что fn исходится по мере k f. Видите, мы доказали, что сходимость по мере эквивалентна сходимости по такой вот введенной метрике. Значит, сходимость по мере является метризуемой. Так, какие вопросы? Есть вопросы? Так, ну, что-то все молчат. Так, понятно? Понятно, что мы сделали? Ну, в целом, да, надо просто потом еще раз пересмотреть и смогу доказать. Здесь вот только на некие детали, может посмотреть. Значит, вот как выбирать тут epsilon.k. Так. так но давайте вот еще значит а вот сходилось почти всюду не метризуемо с ними трезу его как бы мы ни старались эту сходимость нельзя создать с помощью метрики но доказывать кого от противного то есть пусть существует некоторая метрика такая что fn сходится почти всюду к f тогда и только тогда когда расстояние от f 1 до f стремится к нулю начну здесь надо рассмотреть такую специальную последовательность она на лекции была такая последний что расходится по мере к нулю но почти всюду к нулю не сходится плюс еще за плюс зачем так вот значит но как такой последний строй давайте я напомню она была на лекции я еще раз и приведу на испарите вот первую функцию такую здесь возьмем 1 2 тут 1 вторую функцию возьмем такую 1 2 1 далее теперь на три части поделим это будет только f3 здесь одна третья тут две трети потом на ступеньку смещаем вот тут одна треть две трети вот здесь будет теперь ступенька ну и так далее потом будет и в пятая ступенька там значит сместилась на третью треть потом f6 мы уже делим на четыре части опять пробегает ступенька четыре значит четыре значения следующие четыре функции получаем то на пять частей делим и так далее вот такая последний сходится по мере к нулю но почти всюду к нулю не сходится ну почему она по мере сходится нулю ну потому что мера значит тех значений которые отличаются от нуля более чем нэпс вот мера вот это вот интервала от 0 до 1 3 либо до 2 3 и ширина этого интервала сужается ну и стремится к нулю а почти всюду к нулю не стремится потому что если мы вот на лекции это было доказано что из всякой последний сходящийся по мере можно выбрать под под последоваться которая сходится почти всюду то есть существует под последовательность которая сходится почти всюду к нулю ну может быть вы подскажете как эту последовательность выбрать так и вот предложение как выбирать последствия под последствия которых нулю сходится почти все да так как выбрать под последствия которая будет к нулю сходиться почти всюду ну кто кто сообразит получается это вот эти как обозначить ну вот ну вот f1 возьмем следующий какой возьмем 3f3 да потом пропустим в 45 возьмем в 6 то есть бы выбрать вот как бы первую да вот когда ступеньку на слива и понятно она почти всюду к нулю с пальца но все заключение точки ноги единицы до номера 0 это 0 так что ничего страшно что в одной точке не сходится вот под последствия можно выбрать отлично но смотрите так значит fn почти всюду к нулю не сходится если мы предположим что сходимость почти всюду сдается с помощью метрики то отсутствие сходимости к нулю запишется следующим образом существует эпсилон такое что для любого n найдется номер больше чем n такой что расстояние от f1 до ф будет больше чем эпсилон это записали от утверждение стоит что сходимости нет почти всюду к нулю ясно а теперь смотрите теперь мы можем выбрать такую подпоследовательность fnк т для которой верно следующее расстояние от fnк това до f всегда будет больше чем эпсилон ну как вы построить вот царь мы берем разные н взяли сначала n единица есть какой-то n малый для которого неравенство народа неравенство тут выполнено ну про третий расстояние 3 дает больше чем эпсилон дальше берем в качестве n большого 3 следующий 5 будет до для 5 расстояние т.д. больше чем эпсилон и так далее то есть у нас будет бесконечная последствия номеров для которых выполнено от неравенство а вот мы и возьмем эти номера и получим последствия с область таким свойством что расстояние от fnvd всегда будет больше чем эпсилон а кстати кто такой f f это 0 до 0 до 0 на самом деле ну хорошо выбрали но ведь fnк т это под последствия сходящийся по мере последствий на по мере то она сходится к нулю раз на по мере сходится к нулю то можно выбрать из неё еще одну под последствия обозначили fnk т.д. который почти всюду сходится к нулю ну что значит на твою сходится знать что для всякого эпсилон найдется n такой что для любого или большего чем n fnк т.д. минус она минус 0 до лучше вообще-то не минус написать а просто как расстояние расстояние от fnvd до 0 будет меньше чем эпсилон ну здесь больше не брону нет не принципиально а теперь смотрите но ведь мы в качестве вот этого писал может взять вот этот эпсилон но ведь для всех к выполняет неравенство а с другой стороны должно быть выполнено это неравенство и достаточно больших получаем противоречия таким образом сходимость почти всюду невозможно задать с помощью метрики дайте еще раз повторю что мы сделали мы взяли последовательность которая сходится по мере но не сходится почти всюду записали то что на почти всюду школьница тогда из нее можно выявить под последствия кольку обладает этим свойством где-то от последний сходится по мере конечно из нее можно выделить подпоследитий который сходится почти всюду на себя почти всю 더 сходится то расстояние от fmк9 l-2 до 0 до чтобы стремится к нулю она всегда больше чем эпсилон противоречия вот может даже нарисовать взять здесь ноль так и у нас есть вот последность fmkd вот все члены последовательности отличаются от нуля более чем на эпсилу но с другой стороны среди них есть подпоследствия которых нулю сходится очень невозможно если находится минут она должна приближаться к нулю она не приближается на на его расстояние находится так какие вопросы так понятно это да очевидь его последствия почти всюду невозможно задать с помощью метрики вообще никак так ну ладно и нам начинают перейти к заключительной теме это интегралы беда давайте я немножко напомню значит что такое интеграл ли бега вообще чем отличается от интеграла риммана есть такая простая иллюстрация чем это берли беда отличается интегрирование по риммана вот есть если у вас есть такая стопка точнее горстка монет большая горсть монет вот как вы посчитаете сколько у остальных там денег можно все служить просто ну да такой подход по риммана да вот у вас видите тут много монеток да где-то трубой где-то 2 где-то 5 до уберете просто все подряд на что идете вот по одной монетке перебираете все суммируете да но такой вот вот так это говорим на вычисляется а как интеграл ли бега вычисляется оцарики представим что здесь у нас например вот тут нас 55 рубль да вот давайте посмотрим сколько монеток по рублю стопку их сложим потом монетки по 2 рубля и монетки по 5 рублей так получится получится вот получая вот здесь по рублю три штуки да потом значит там по 2 рубля 2 и там еще сколько-то там по 5 рублей да и теперь складываем это вот такой подход суммирование поле бегу то есть значение мы точки группируем по принципу не близости самих точек а по принципу близости значений функции вот ну давайте может быть я значит перейду к определениям и так вот первое на что нужно знать это простая функция а кто помнит что такая простая функция на лекции то было кажется измеримая функция которая конечно число значений конечно либо счетная измеримая функция вот такая вот сумма вообще говоря сумма ряда fn на и а n от x ну шутка аренды а это разбиение пространства x мы представим виде объединения один диземного мнения 2 и так далее да и и а от x равняется единички если x принадлежит а и нолику если x не принадлежит а такие функции мы называем простыми но интеграл ли бега по пространству x от функции f по некоторой мере дэмю это будет сумма видите fn на меру множество а и н а вот так интегрируются простые функции если функция не является простой то делается следующее берется последовательность функции fn некоторые равномерно сходится к f fn и должны равномерно сходиться к f да кстати можете не очень написал тут и цена и давайте я ничь не fn а а же же будет пусть же на сходится равномерно к f и тогда интегралом по x от функции f по мере дэмю мы называем предел прием стремяйтесь и бесконечности интеграла от же n по x дэмю вот эти функции простым их интеграл убей вычислять ну и вот получать некую последствий и находим ее предел это на лекции он доказывает что выбор этой последствий на величину интеграла не влияет то есть можно любым способом вот аппроксимировать функцию f да если что жены должны быть простые функции жены простые ну давайте вот может быть значит начну с такого примера вот пусть здесь будет . 1 здесь . 2 дайте такую функцию возьмем 2 тут 2 из точки 1 2 и 3 x так ну вот здесь давайте например вот эти выкалим это пусть будет функция же и найдем интеграл ли бега по отрезку от 0 до 3 от функции же от x dx потом пишем dx мы имеем ввиду меру ли бега ну как вы думаете чего равен интеграл функция простая сколько значений принимает 222 ну да значит какие 1 и 2 да вот есть значение 1 надо умножить на меру в данном случае интервал от 1 до 2 плюс второе значение 2 умножаем на меру чего значит это обменяет двух отрезков от 0 до 1 и от 2 до 3 ну и сколько тут получится почему все это равно есть мера ли бега мера ли бега интервала отрезка чем урана разности ну да ну сколько получается всего здесь 5 ну да то есть один умножить на 1 это мера интервал но до 2 плюс 2 умножить а здесь мера объединения двух отрезков но они не пересекаются на 4 каждого отрезка единицы в сумме 2 получается 2 на 2 чем 5 так вопросы есть а а ну вот следующий пример давайте мы с вами введем тогда функция хиви сайда и от x единичная ступенчатая функция на еще называется она равна единице если x больше 0 и 0 если x меньше либо равен 0 так вот иногда еще кстати вот так и обозначать я помню кстати использовать такое обозначение такая вот единичка красивенькая единица единица вот так но давайте я вот попробуйте интеграл записать скажем интеграл вот такой возьмем от 0 до 10 здесь пусть будет хи от x минус 3 плюс скажем два а не дайте минус восьмем здесь вот например минус 2 от хи минус 6 а тут дэн дэн интеграл померили бега можно так вот написать и д дф где функция f имеет такой вид но например смотрите два хи икс минус 3 плюс хи икс минус 5 так понятно задача ну так значит с чего начать «цена» «цена» икс минус 5 икс минус 6 так но есть желающие попробовать молчат сидят и предложение добудете функция простая какие назначения принимает и и и и и и и и и построить график функции интегрированный x дать от x я познаю функцию интегрируем так на какие значения функция принимает их разве конечное количество наверно ну какие нас вот функциях или сайт только два значения принимать 0 и 1 откуда что бесконечное количество будет ну да хит только 0 и 1 а когда она умножается на 3 6 они умножаются аргумент ну то есть старик нас тут скачки будут каких . скачки будут 3 вот 3 и 6 до 3 6 36 значит значение до трех какое будет если их сменьше 3 0 да даже из мечты правильный трех если x от трех до шести сколько будет один ну да 1 а если x так часто давайте разберемся вот так вот до 6 тоже будет один а если x больше шести сколько будет минус один вот здесь вот так вот давайте еще рядышком нарисую функцию f ну пусть будет да здесь нет . 3 . 5 . есть вот получается начнем будет значения 2 и 32 и 3 1 сначала будет 0 а то будет 2 1 и 3 так причем у нас получается вот так вот так вот так вот подайте вспомним как мера устроенного f от полу интервала от а до б кто помнит мера любя гостин киоса как найти значение пятерки назначению или f от b минус и фото хочу нам еще пригодится если у нас вот такой полу интервал то кто что будет помните ну да право предел в точке b минус право предел в точке а давайте интегрировать значит что получаем вот я продолжу равенство равно функция принимает три значения 0 1 минус 1 начну умножаем на меру получается вот такого вот отрезка от 0 до 3 плюс единица умножается мил убил и вообще подчеркнуть здесь будет полу интервал от трех до шести вот так вот плюс минус единица f от 6 до 10 ну давайте смотреть сколько тут будет значит первое это 0 понятное дело до единица умножается так f6 плюс тут будет минус f от 3 плюс то минус единица а тут будет f от 10 плюс минус f от 6 плюс равно так ну чему все это равно единица настолько умножаем здесь у нас 30 когда то есть на единицу на единицу да ну да значит получаем 3 минус 2 вот право предел то у нас 2 равен минус 1 а в 10 тоже будет а тут больше получается да будет 3 минус 3 но и все это равно единицы так все ли понятно какие вопросы давайте теперь попробуем такую вот задачку значит а ну пусть будет хи от x минус 5 плюс 2 и от x минус 6 да а здесь возьмем давайте такую функцию x минус 3 умножить на хи от x минус 5 ну давайте уже кто-нибудь из вас попробовать решить что и желающим давайте я так ну и 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 Спасибо. Так, ну хорошо. Ну то как-то у вас тут что-то значение-то странное. Смотрите, там первый, сколько там будет? Единица, а второй сколько будет? А, тут плюс, да. Вот там отметьте на C ординации значение функции. Поехали. 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 Получается x-3, да. То есть до до пятерки тут ноль, а там дальше. Дальше скачок будет. Здесь. Там. Здесь. Так, дай только отметим где у нас там разрыв. можете объяснить пожалуйста почему так получилось почему вас так получилось ну и после пятерки там идет характеристическая функция будет единицы равна вот просто и x минус 3 но получается если x меньше пяти то у нас получается x минус 3 умножить на 0 а если больше 5 x минус 3 умножить на 1 вот на и вверх солдат Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Так. 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 Получается. Вот 6 это 6 минус 33. Здесь правый предел, поэтому 2 берем. Добро пожаловать в наш канал! Все понятно. Давайте посмотрим, что делать. Вот есть функция не является простой. Ну вот, например, хотим вычислить интеграл от x квадрата. А здесь возьмем давайте какую-нибудь функцию. Значит, что-нибудь х квадрат, значит, x плюс х от x минус 3. Ну, может даже вот. Ну, давайте на двоечку умножить. Например. Интеграл тоже возьмем от 0 до 10. Значит, как тут быть? Смотрите. Во-первых, нетрудно проверить, ну, что вот эту вот меру порождаемую суммой двух функций можно представить в виде суммы двух интегралов. x плюс x квадрат d, тут будет 2 х от x минус 3. Тут равно. Смотрите, вот первый интеграл, интеграл по мере Лебега, значит, интеграл Лебега по мере Лебега. Ну, это вот пока у вас еще на лекции не было, наверное, расскажут на следующей лекции, что если существует интеграл Риммана, то он совпадает с интегралом Лебега по мере Лебега. Но интеграл от x квадрат, конечно, существует. И чему он равен? x куб на 3. x куб на 3, да, получается от 10 до 0. А как быть со вторым интегралом? Смотрите, у нас вот мера такая специфическая. У нас только одна точка, иметь не нулевую меру какая-то точка. Какая точка, иметь не нулевую меру? У нас мера вообще всего равна нулю, за исключением одной точки. Какой? Нарисуйте у нас скачок у нас. хит 2 хит x минус 3. Вот точка 3 есть, да. Что будет? Левее будет 0, а правее будет сколько? Прямо 2. Получается, видите, у нас, значит, вот мера любого интервала, который не содержит точку 3, равна нулю. А мера точке 3, равна чему? Ну, 2. Ну, 2, вот это в величине скачка, да. Значит, что получается? Вот точка 3, иметь не нулевую меру, получаем 3 в квадрате и умножаем на 2. 2 это мера точки 3. Это вот мера точки 3. Значит, что получается? 1000 делить на 3, плюс, так, 9 на 2, 18. Ну, я уж не буду считать, значит, вот такой ответ. Так, какие вопросы? Получается, мы во второй интервал должны просуммировать просто точки с ненулевой мерой, поставив их. Ну, да, то есть, смотрите, здесь, на самом деле, мы еще пользуемся тем, что все интервалы, не содержащие точку 3, имеют нулевую меру. То есть, смотрите, мера всего, что до тройки 0 и всего, что после тройки 0, да. И только ненулевую меру имеет точку 3. Вот мы берем точку 3, вычисляем неизначение функции и умножаем на меру точки 3. Понятно? Да. Вот. Смотрите, давайте мыть. Если бы там еще было коинчевую, ну, плюс там коинчевую, ну, от x минус 5, то есть нам надо было потом еще поставить, ну, просуммировать пятерку, плюс мера пятерки, да? Ну, да, мы можем вот, смотрите, давайте вот возьмем что-нибудь, типа, вот, смотрите, берем x квадрат, да, а тут берем какое-нибудь вот что-нибудь, типа, а, так, сейчас, это ты написал. А, так, d от, чем-то там, 3 от х минус 1 плюс, скажем, там, 5 х от х минус 3. Да, здесь интеграл, но это тоже от 0 до 10. Значит, как его вычислить? Значит, получаем у нас не нулевую меру, но и две точки, 1 и 3. Значит, получаем 1 в квадрате умножаем на меру единицы. Это будет 3, так, плюс 3 в квадрате, а не 3 в квадрате, сейчас, 5 в квадрате. А, нет, 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 3 в квадрате, правильно, 3 в квадрате умножаем на меру точки 3. 3, ну и что получается, 1 на меру единицы, это 3, плюс 9 на меру тройки, это 5. Ну, там, 45, 48, да? Понятно? Да, да, понятно. Вот. Кстати, давайте я вот еще на что обращу внимание. Вот как вы думаете, как такой интеграл вычислять 0 до 10? Х квадрат, d, х квадрат. Маленький, ну здесь такое правило. Значит, смотрите, если существует производная функция f, то интеграл от g от x d f от x, ну вот то, что мы от анализа учили практически, да, там, значит, правило занесения под дифференциал, да, по, ну, нет, по некому множеству а, например, да, есть интеграл по а от g от x. От x, f штрик от x dx. Ну, эту формулу можно проверить, смотрите, если у нас же простая функция, то она непосредственно проверяется. Значит, для простых функций легко проверить. А если же не простая функция, то надо ее приблизить простыми, вот, и там, значит, показать, что этот интервал, интеграл тоже будет существовать. Ну вот, используя это правило, что у нас здесь получается. x квадрат 2x dx, да? Что-то там x в четвертый пополам, кажется, да, выходит? От 10 до 0. Ну, то есть там 10 четвертый пополам. Так, ясно? Да. 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 Ну вот. Ну, известно, да, известно, как формула замены переменных, вот здесь она, в принципе, тоже работает. Так, давайте теперь вот, что сделаем. Давайте интеграл от нуля до единицы возьмем. А, не знаете, единицы не хочется, чтобы там дробей было поменьше. Я вот здесь хочу поменять. Смотрите, я вместо x квадрат возьму функцию Дерихле от x, а тут, ну, например, то же самое. 3 хи от x минус 1 плюс 5 на хи от x минус 3. Функция Дерихле, ну, напомню. Это единичка, если x рациональная, и нолик, если x иррациональная. Видите, два значения, да? А что здесь получится? Ну, тут тоже скачки в 1 и 3 и 1 и 3 рациональная. Ну, давайте вот по правилу, значит, тут первое, значит, два значения. 0 умножаем на мюл f, значит, на меру, ну, тут не эрбиско, а получается отрезок от 0 до 10 без рациональных чисел, да? Плюс, так, единицу умножаем на мюл f от рациональных чисел в отрезке от 0 до 10, то есть мы пересекаем отрезок 0 и 10 с рациональными числами. Ну, а какие рациональные числа имеют ненулевую меру? Ну, да, то есть получаем 1 умножить на, ну, тут будет мера f от троечки плюс f от единицы. Единица. Так, ну и чего это все равно? 8. Ну, да, 8. Отлично. Так. Давайте попробуем вот так вот, такой, удачи, просмотреть. Интеграл от 0 до 10. Здесь я возьму какой-нибудь синус x, умножу его на функцию Dirichlet от x квадрата, а тут возьму какую-нибудь такую функцию. х квадрат плюс 3 на хи от х минус единица плюс 5 на хи от х минус... корень из 3, корень из 3, еще плюс 6, так, давайте куда-нибудь... Значит, плюс 6 на хи от x минус... А здесь давайте возьму какой-нибудь PIN. Как тут быть? Смотрите, я утверждаю, что эта функция простая. синус x на функцию Dirichlet от x квадрата. Значит, чему это равняется? Это равняется синус x, если x квадрат является рациональным. И это равняется нулю, если x квадрат не является рациональным. Смотрите, какие значения может принимать эта функция? Здесь можно, смотрите, сделать замену переменных. вот если мы x квадрат обозначим через r, то тут будет что, корень из r, верно? То есть здесь будут все корни из рациональных чисел. То есть получается это равно чему? Сумма... Здесь возьмем сумму всех рациональных чисел, да? Ну, в отрезке от 0 до 10. Здесь будет синус... Так, ну здесь вот, смотрите, здесь надо вот так написать. корень из... корня из r, да? На меру... От рационального числа. Так, сейчас... А, не знаете, я вас так, наверное, запутаю. Подождите, давайте вот я вам, наверное, расчетки здесь оставлю. Так, вот так я вот, что перепишу. Да, лучше так написать сумму, значит, синус... Давайте r умножить... А r у нас будет из некоторого множества a умножить на меру, значит, точки r. Что такое множество a? Это множество всех иксов, квадраты которых являются рациональными. Ну, скажите, это множество счетно или не счетно? Что туда войдет? Счетно. Счетно, да. Ну, во-первых, туда войдут все рациональные, во-вторых, туда войдут все корни из рациональных, да? Ну, на самом деле-то войдут все корни из рациональных. Давайте посмотрим, какие у нас числа. Значит, вот у нас мера каких чисел является ненулевой? Единица и корень из трех. Ну, да. То есть получается вот синус единица. На что умножаем? На меру единицы. Мер единицы какая? Три. Да. Ну, плюс синус в корне из трех на мю f от в корне из трех. А почему мы не берем π? Ну, π квадрат, потому что это нерациональное число. Да, потому что π квадрат не является рациональным. Ну, это, конечно, требует никаких доказательств, но я даже не знаю, скорее всего, это не проходили, но тем не менее известно, что π ни в какой целой степени не является рациональным числом. Более того, π не является, так сказать, не алгебраическое число, то есть он не является корнем никакого уравнения, рационального уравнения со умными коэффициентами. Вот, значит, ну, и получается так, значит, равно синус единица на 3 плюс, значит, 5 на синус корня из трех. Давайте теперь я вот, значит, немножко видоизменю этот пример и спрошу у вас, что получится. Значит, возьмем, отыграл от нуля до десяти, синус x, а здесь я не буду, пройдем просто d от x. А здесь я перепишу x квадрат плюс 3 на хи x минус 1 плюс 5 на хи от x минус корень из трех, там плюс 6 на хи от x минус пи. Значит, чему будет интеграл равен? Чем он будет от первого отличаться? Ну, здесь не квадратно, ну, не чисто, ну, пропадет, получается, корень из трех. Ну, да. То есть, видите, снова получается сумма, здесь уже будет сумма по всем r из q в пересечении с отрезком от нуля до десяти. А, кстати, знаете, что надо уточнить? q в пересечении с отрезком от нуля до десяти, да, вот здесь выше. Так, здесь будет синус r на мю f от r. Ну, а из рациональных точек у нас только точка 1 имеет ненулевую меру. Получаем 3 на синус единица. Так, ясно, какие есть вопросы? Да, вот, получается, в предыдущих примерах, то есть у нас до точек скачка у нас функция под дифференциалом, она была равна нулю. Но тут она ведь не ноль в единице, то есть там x квадрат же есть. А, ну, это не страшно, она же мера точки равна величине скачка. Здесь смотрите, что, ну, вы, наверное, спрашиваете, почему пропал x квадрат, да? Да, почему мы не считаем точки вот с до x квадрата? А ведь нет, нет, точки до x квадрата. Но не до x квадрата, а вот эти вот до единицы, которые... А ведь у нас функция оказывается простой, да? А еще есть, вот, знаете, что мы еще не учли? Ну, это не то, что не учли, еще плюс ноль, да, вот есть значение функции ноль, вот оно, где-то было написано. Вот он. Вообще ноль надо еще умножить на меру иррациональных чисел, да? То есть ноль один без q. И вот этот самый x квадрат, он вот здесь вот вылезет, да? То есть от ноль же на ноль умножать, так что ничего страшного. Но дело в том, что вот это вот, смотрите, синус r, это значение только в конечном числе точек. Точнее, в счетном числе точек. А, ну, да, я, кажется, понял. А ноль у нас на некотором несчетном множестве, да? И вот когда у нас по несчетному множеству берется интеграл, здесь уже x квадрат будет существенную роль играть. Но поскольку здесь ноль, все равно умножить на ноль, ничего страшного не произошло. Мы можем, кстати, вы знаете, вот смотрите, вот давайте, да, кстати, вот, может быть, напишу. Смотрите, интеграл от нуля до десяти, синус x. А вот здесь я могу попробовать написать dx минус 2, например. А тут возьму dx квадрат плюс 3, хе от x минус 1. Вот что здесь будет. Смотрите, по аналогии, да? Значит, что получается? У нас, ну, здесь неплохо, конечно, вот переписать, потому что чему это все равно. То есть синус x на d от x минус 2, получается, равняется синусу минус синусу x, когда x рационально, да? Рационально. И минус 2 синус x, когда x иррационально. Значит, когда предлежит ку... Так, я тут съехал, все. Значит, это если не принадлежит ку... Это здесь принадлежит ку. Ну, то есть, смотрите, что здесь получается. Минус, синус... Значит, какая-то... Только единица, имеете не нулевую меру, умножаем на 3. Так, а второй интеграл у нас будет такой. Минус... Интеграл от нуля до десяти. Смотрите, без рациональных точек. От синус x, да, и двоих тут еще есть, минус 2 синус x, на dx квадрат. Но, чтобы вот этот интеграл найти, значит, над чем воспользоваться? Смотрите, интеграл от синус x от нуля до десяти, вот по свойствам аддитивности интеграла dx квадрат, можно представить в виде суммы двух интегралов. Интеграл по рациональным числам в отрезке от нуля до десяти, dx квадрат, плюс интеграл по иррациональным. Без Q. Ну, смотрите, вот это-то 0 будет. Опять все у тех же соображения, да? Значит, получается, что вот этот интеграл равен вот этому интегралу. Ну, и вы что выходит? Минус 3 синус единицы. Тут минус 2. Здесь можно спокойно писать игралов на десяти. Синус x еще и на 2x dx. Ну, а это уже вычисляйте, как вас на матанализе учили вычисать такие интегралы. По частям там берете и вычисляете. Так, ну вот, надеюсь, я тут немножко пояснил. Так, какие вопросы? Так, все ли понятно? А на контрольной работе, такова в актуальной задании, если будет? Ну, там задача будет, вот как вам объявлено, там, то есть такого типа, как вот в этом листочке, которого выделим. А еще раз, почему по рациональным числам от этого интеграл 0? А, ну, опять же, переходим к сумме. Берем сумму по всем рациональным, r и q. Берем синус r на mu f от r. Но, видите, x квадрат непрерывная функция, да? Значит, мера любой точки это 0. А тут все меры обнуляются. Так, ну, давайте я вам еще, значит, дам чуть-чуть по упражнению с удома. Так, ну, например, там, интеграл от 0 до 10, x плюс хи от x минус 2. Так, а здесь возьмем что-нибудь типа d от x умножить на хи от x минус 3, например. Второе. Ну, интеграл от 0 до 10, снова можем взять. Так, допустим, x квадрат плюс 3 на хи от x минус 2. d от x плюс хи от x тоже минус 2 возьмем. Давайте что-нибудь приблизим к тому, что там в зачете у вас задачки. Там много всяких задачек от 0 до... Давайте, можете, до 1 и довести. Ну, например, е в степени x на функцию дирекляр от x минус 2. d тут возьмем хи квадрат на хи от x минус 2 плюс хи... Ой, тут, смотрите, одну вторую давайте возьмем. Хи от единицы минус 1 третье вот так вот. Так, ну вот, такого рода там задачки много. Именно единицы минус 1 третье, да, ой, и x, конечно, да, спасибо. x минус 1 третье, да, это очень интересно, с константой. Ну, кстати, можете попробовать, а что будет, если нет вот этой вот, значит, функции дирекляр. На самом деле, функция дирекляр здесь вполне даже помогает. Так что вот такой интеграл может даже и посложнее будет взять. x минус 1 вторая плюс хи от хи от x минус 1 третье. Смотрите, еще что можно попробовать. Вот интересные интегралчики получаются, если мы возьмем в качестве порождающей меры кантровую лестницу. Так, хи от x минус 1 вторая, dc от x, c это кантровая лестница. Кантровая лестница, ну, ну, как-то про него говорили. Можно еще попробовать, вот, проинтегрировать в кантровую лестницу, собственно, по мере либега. И можно, например, попробовать, тоже интересный интеграл, получится от 0 до 1, если у вас возьмем x, dc от x. Попробуйте догадаться, как его вычислить. На самом деле трюк надо придумать, потому что это очень трудно, но тем не менее можно попробовать. Плюс задача 3 из листочков, да, вот к зачету. Ну, можете сами поупражняться, значит, задаете коэффициенты. Там коэффициенты, там, а1, а2, там, b, c и так далее, да. Там, c1, c2, по-моему, ну, не важно. Задать коэффициенты, ну, числа какие-то задать вместо букв и вычислить интегралы. Ну, вот, подумайте, какие у вас там варианты, могут какие-то трудности вызывать при решении этой задачи. Так, дай посмотрю, что интересно у меня было. А, вот еще классный интеграл, кстати, да. Давайте я вот куда-нибудь сюда еще напишу, вот, восьмой. Смотрите, интеграл от нуля до плюс бесконечности, единица на 2x, целая часть, значит, квадратная скобка, целая часть, факториал, dx. Вот, интересная задача, тут же можно попробовать ее решить. Так, ну и вот, ладно, пожалуй, пожалуй, хватит еще, можете сколько угодно все сами сочинять задачи, используют эту третью задачу из-за счета. Так, ну, какие вопросы? Так, нет вопросов. Пока что больше нет. Ага, ну, прекрасно. Так, ну ладно, давайте немножко передохнем, немножко отдохну после тяжелого семинара, и через 10 минут тогда я отвечу на тогда вопросы по курсовой работе. Ну, может, еще и сдавать хочет. Так, ну ладно, давайте пока выхожу, через 10 минут тогда подключусь. Так. До свидания. До свидания. До свидания.